Всем привет, девочки мои! Начинаю новое видео. Уже не утро, хотя обычно доброе утро всегда говорю, уже день. Я с утра монтировала видео, монтаж уже закончила и в общем решила начать новое видео. Сейчас мне нужно приготовить себе обед, дело близится к обеду. На завтрак у меня была овсянка. Кстати, я сегодня взвесилась, девочки, у меня минус 2 килограмма, ну почти за месяц. У меня было взвешивание 26 июля, было 86,6. А сегодня я взвесилась, сегодня 30 августа и у меня 84,5. В общем-то 2 килограмма минус, меня это радует. В общем-то особо сильно диеты никакой не держала, но я вам уже говорила, да, меньше хлеба, на ночь не есть. Бутерброды убрала, но естественно выпечку, пирожные, сладости все тоже я убрала. Но сейчас я хочу немножечко все-таки сдвинуть побыстрее вес, поэтому я так думаю, что больше надо будет налегать мне на овощи, кусочек мяса в день покушать и так же все остальное держать. Ну в общем, немножечко как бы что-то еще уменьшить, еще стараться уменьшить. Может быть способ приготовления там, вот сейчас я хочу приготовить батат. Я вам говорила, мне батат подогнали, угостили меня соседи, свежий сырой батат. Я его никогда не готовила, в принципе даже не ела и пробовала никогда его. Дочка как-то готовила, но мне не удалось. Сейчас специально не поеду, уж к ней туда его попробуй. Вот и сейчас я его хочу попробовать приготовить. Посмотрела я кучу рецептов. Рецептов очень много. Я понимаю, что это овощи очень полезные. Там много антиоксидантов, витаминов, клетчатки и так далее. Там целый список вообще, химическая таблица Менделеева, все там есть. В общем, все полезное, все очень полезное. И он полезнее, чем картофель, так как там не так много крахмала. Но в общем, не важно. В любом случае, я хочу его попробовать. Это не факт, что я буду его прям конец специально покупать. Хотя, кто его знает, не зарекайся. Вот. В общем, я выбрала самый такой щадящий рецепт и для меня, как вот сейчас. Типа диета, как бы у меня, да. И в то же время, легкий способ приготовления, чтобы особо не заморачиваться. Я решила сегодня обед себе сделать на пару. Вот. И, значит, вот этот вот батат я целиком, наверное, не знаю, готовить не буду. Может быть, я приготовлю сегодня половину. Или я приготовлю, может быть, целую. Но я сейчас посмотрю. И также на решетку я положу туда еще кусочек какого-то мяса. Может быть, куриное филе. Сейчас я тоже посмотрю, что я выберу. Ну, какой-нибудь салатик еще сделаю. Ну, вот такой вот у меня будет обед сегодня. Ну, что, давайте приступим. А, до этого я хочу вам еще что сказать. Я же вчера была свободная. Ну, полдня, по крайней мере, у меня была свободная. И я вчера уже решила добить эту картину. Я ее добила, доделала со стразиками. И уже повесила в рамочку на то место, где у меня дуванчики висели. Ну, я вам сейчас покажу. Вот этот вот угол, когда я снимаю себя за столом, вот этот угол попадает, вот эта картина, в объектив. Поэтому я решила дуванчики перевесить пока чуть-чуть другое место. А вот эту картинку повесить сюда, чтобы вы могли ею наслаждаться, ее посмотреть, понаблюдать. Она вот так вот переливается. Почему я вижу, что переливается, а на камере не вижу, что переливается. Ну, в общем, симпатичная картинка такая, яркая, разноцветная. И вот она повисит тут у меня. Ну, и я думаю, что это еще не последняя картина, не последние две картины. Я буду немножечко здесь менять свой этот уголок, потихонечку картины буду перемещать. Не стала я новые гвозди тут вбивать. Посмотрим. Я еще рамки куплю, еще картины куплю. И, в общем-то, будет потихонечку преображаться у меня вот этот творческий мой уголок. Так, ну что, девочки, я уже приступила к очистке, в общем, этого потата. Ну, у меня вот эта картофелечистка, мне ее удобно. Решила я, наверное, все-таки приготовлю. Я его весь на пару. Я угощу соседку. По крайней мере, она тоже ждет, пока я ее угощу. Хочет попробовать. Туговато, очень туговато чистится. И, в общем, решила я его приготовить на пару, очищенный. Так, ладно, очищаю. В общем, справилась я, девочки, с очисткой. Запаха вообще никакого нету. И сейчас я нарежу кружочками. Я не знаю, не кружочками, может быть, полукружочками. Он довольно-таки тугой. Ну, в принципе, не так сильно тугой. Я думаю, такими вот полукружочками. Вот эти вот кончики делаю так, по кружочку. А это, наверное, сделаю по полукружочке. Вот какой он, туговый. Ну, ничего, справимся мы с этим. Вот так он выглядит внутри. На морковку похож очень. Вот, и вот такими вот дурочками порежу. В общем, не заранее я не приготовила мясо. Грудка, не грудка у меня. Грудка будет потом, я буду покупать уже грудку. А у меня филе, куриное, филе бедра. Но оно замороженное, и размораживать долго я ждать не хочу. Поэтому я взяла и быстренько под водой разморозила два кусочка. Это то, что я нарезала на отбивные. Вот это свинина, мякоть. И я тоже ее сделаю на пару. Вот так можно было бы, конечно, мне разделить там на порции. Но я решила это приготовить сразу. Потому что потом у меня будут другие планы приготовления. Вот такие вот кусочки. Даже можно еще пополам разрезать. Так. Да, я разрежу еще пополам. Чтобы потом можно было мне вот это все взять вот так вот сразу раз-раз. И перемешать. Так, все. Батат я порезала вот такими вот кусочками. Вот такими. Мне так захотелось. И вот такими кусочками мяса порезала. Покинем туда, закинем. Можно вообще-то не сразу солить, а потом посолить. Но я как-то вот люблю это все пересолить сразу уже. Потом уже брать и есть. Чуть-чуть соль я откидаю. Я хочу недосоленную все это. Чтобы было недосолено. Сейчас соль эту перемешаю. Все. Выкладываю это на решетку. Здесь сок пока не течет. Равномерно вот так положим. И включу я режим пароварка где-то минут на, не знаю, 10-15. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот так, чтобы они не прикасались друг к другу. Минут на 10 поставлю, а потом я посмотрю, попробую, если надо будет, добавлю еще время приготовления. В общем, вот так. Я включила режим пар и поставила продукт овощи. И вот мне рекомендуется здесь 13 минут. Ну, вот посмотрим через 13 минут, проверим. Так, пока у меня там готовятся на пару продукты. Я решила приготовить салатик. У меня красный помидор, желтый помидор, огурчики, болгарский перчик, кусочек укроп, петрушка и зеленый лук. Нарежу сейчас салатик. Будет такой светофорчик классный. Ну, вот так вот, девочки, нарезала немножко я салатика. Все это крупно порезала. Мне захотелось крупно, чтобы это было порезано, чтобы каждый кусочек чувствовать. Посолила морскую солью и чуть-чуть масла налила. Вот это холодного отжима. Масло растительное, оно постное масло, оно мне нравится. Хотя у меня есть льняное, оно полезнее. Но вот решила, мне захотелось вот это вот сделать масло. Сейчас все это перемешаем. Огурчики я все-таки почистила, потому что, ну, уже шкурка не такая приятная, как это бывает в начале лета. Сейчас уже конец лета. Ой, какая красота и вкусно пахнет, и вкусно выглядит. Вот так вот, даже такие крупные куски. Видите, помидоры крупные, желтые, красные. И вот этот вот аромат прям от масла необыкновенный. Из-за этого я люблю это масло. Чтобы уже, если мне не понравится батат, по крайней мере, получить удовольствие от салата и с кусочками мяса. Так, осталось 8 минут до конца приготовления. Так, время вышло. Посмотрим. Надо попробовать, мне интересно, готово или надо продлить. Сейчас попробуем. Так, я смотрю, батат уже мягкий, он готов. Ну, а мясо, я думаю, оно не будет сырым. Все, буду накладывать себе сейчас обед. Переложила салатик. Я его весь за сегодня не съем, хотя, ну, может быть, и можно было бы. Ну, я разделю на два раза на ужин. Поем салатик и сделаю также на пару куриное филе. Вот такое симпатичное у меня блюдо на обед получилось. Ну, что, пойдемте пробовать, что ли. Я решила переместиться сюда, поближе к телевизору. И здесь как раз вот прохладненько, сейчас сплит работал хорошо. Ну, и заодно вот на фоне новая картинка, да. Ну, что, девочки, давайте попробуем батат. Я думаю, что, наверное, я не одна такая. Кто-то еще есть, кто не пробовал ни разу этот овощ, батат. Что он из себя представляет на вкус? Мягкий, сладковатый. Я бы такое, знаете, вообще готовила бы, наверное, на десерт, может быть, как-то. К мясу не особо подходит. Ну, хотя из него делают и там, и суп-пюре, и в духовке запекают. Вы знаете, я как-то пробовала в духовке запеченная тыква. И еще кашу тыквенную пробовала, пробовала. Но я вам хочу сказать, тыква мне не понравилась. Я в разных, как бы, пробовала в приготовлениях. Но сам вкус тыквы мне не нравится. Вот этот батат, честно говоря, если бы мне не сказали, что это батат, вот так далее бы попробовать, я бы сказала, что это тыква. Мне очень напоминает тыкву. Мягкая. Но я сейчас поем, лишь только потому, что это очень жутко полезная вещь. А я люблю полезное, знаете, тем более, особенно, если когда на диете. Снижаю же я, как бы, объем пищи. Поэтому, если есть чуть-чуть, ну, надо обязательно есть полезное что-то, да. Мясо я чуть-чуть попробовала. Оно немножко жестковатое. Обычно я его готовлю, ну, минут 20-30 на пару. Но так как кусочки маленькие, они жуются нормально. В принципе, не стала я уже доделывать это мясо. Я его поем так. Ну, а следующее, что у меня будет, размораживается сейчас филе курицы. И я его поставлю уже сразу минут на 20 или даже на 30. Ну, все, сейчас включу телевизор, покушаю спокойно, не торопясь. Ну, а потом попозже вернусь к вам. Ну, мы уже потом решим, что мы будем делать дальше. Пока еще не придумала. Хочу посмотреть еще пока что сериал. Кстати, я вчера начала смотреть сериал «Твин Пикс». Я его смотрела очень давно, еще когда он там вышел в 90-х годах. И, ну, тогда я смотрела не все серии, потому что он ушел по телевизору, и не всегда была возможность посмотреть. Что-то пропущено. Ну, попался мне этот сериал. Думаю, ну-ка, возобновлю-ка я просмотр. Ну, многое в основном я не помню. В общем, в целом я помню, что там была вот эта вот девушка, которая расследует убийство девушки молодой. Некоторых в лицо, помню, артистов, которые там играли. Ну, честно говоря, мной движет любопытство. Поэтому я хочу, в общем-то, продолжить просмотр. Хотя, ну, в сравнении с современными фильмами они уже более делают энергичные, более-таки экшен. Можно посмотреть другие с удовольствием. Этот такой более, знаете, какой-то спокойный. Ну, там мелодия такая интересная, музыка играет. В общем, первый сезон я уже досматриваю. Мне посмотреть еще любопытно, что во втором сезоне будет продолжение с теми же артистами или что-то другое. В общем, движет любопытство. Уже когда я посмотрю дальше что-то, и если что-то там будет интересно в любом случае, я вам скажу, что уже я думаю по этому поводу. Интересно, узнает кто-нибудь этот фильм или нет. Ну, я, девочки, решила уже поесть арбуз. Уже прошло 2 часа после моего обеда. Решила, ну, как полдник, покушать арбузик. И вот тут чуть-чуть осталось, я его ложкой поем. А потом начну готовить уже курочку на ужин. Вообще, курочка у меня уже разморозилась. Я порезала на крупные кусочки и посолила вкусной солью. Больше ничего добавлять не буду. И поставлю на режим пароварка 20 минут. И все. И с овощами поем на ужин. Ну вот, курочка моя на пару. Приготовилась уже очень быстро. И уже начало седьмого я решила поужинать. Хочу ужинать вообще в 6 часов. Но в крайнем случае, вот чтобы уже до 7. Это уже прям в крайнем случае. Несколько кусочков сейчас поем. Доем свой салатик, который был на обед. И все. Будет такой у меня вкусненький, будет ужин. Ну, еще кусочек положу и хватит. Всем добрый день. Уже день следующий, девочки, наступил. Я проснулась сегодня поздно, потому что среди ночи просыпалась. И, в общем, какое-то время бодрствовала. Потом уже легла, уснула. И потом доспала. И вот когда вот мне такой перебитый сон, у меня получается день ни туда, ни сюда. Вот лучше, когда, конечно, выспаться. Лучше раньше встать и уже потом бодренько все делать. А когда уже сон перебитый, уже потом просыпаюсь, и уже не так бодренько, и все как-то вяленько. Поэтому утро я начала с того, что я включила телевизор. Продолжаю смотреть Твин Пикс сериал. Второй сезон. Второй сезон более интересный. Там уже какие-то более интересные вещи происходят. Вот. Потушила я сегодня капусту. Ну, на завтрак я опять поела овсянку. А на обед поела я тушеную капусту. И там сосиску. Ну, на сковороду две сосиски положила. То есть половину там я поела, половину оставила на другой раз. Вот. И, в общем-то, что арбуз у меня вчера закончился. Я посмотрела, у меня кроме яблок других фруктов никаких нет. Захотелось мне сделать творог сегодня. На ужин, наверное, сделаю творог. И салат может быть такой фруктовый. Ну, я сейчас посмотрю, что мне принесут на доставку. Да, заказала я доставку с пятерочки. Жду вот-вот. Должны ее принести. Ну, и арбузов там уже нету. Заказала дыню. Ну, и так, кое-какие другие продукты. В общем, посмотрим, что мне там принесут. Ничего сегодня я не делаю такого. Поэтому снимать сегодня особо ничего не буду. Но сейчас посмотрим, какие продукты принесут. Во всяком случае, так как я худею, я решила немножечко вам показать, что я ем, что я готовлю. Чтобы потом мы могли понять, в общем-то, какие приготовления или какие-то продукты мне помогли в похудении. Ну, это я и для себя, как бы и для вас, для тех, кто тоже на похудении находится. Все-таки решила я перейти на раздельное питание, потому что этот способ мной проверенный. И я сейчас к этому плавно-плавно так подхожу и хочу немножечко построже это все делать. Вчера я за целый день не съела ни одного кусочка хлеба. Но сегодня я поняла, что соскучилась за хлебом. И один кусочек я утром сегодня съела с маслом, сыром, с овсяной кашкой. Вот утром съела и как бы так легче стало на душе. Ну, и больше сегодня хлеб есть не буду. Хотя, вообще-то, хлеб, я так думаю, что, конечно, нужно иногда есть. Потому что, чтобы силы были, да, чтобы, ну, в чем-то сильно, сильно себя очень сильно не хочу ущемлять. Потому что это может, знаете, мне грустные мысли навеять всякие, в депрессию, чтобы не уйти. Вот, ну, в общем, стараюсь сейчас, стараюсь, хочу все-таки как-то, 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 как-то сбросить все-таки еще вес. К этому я иду. Сейчас, если мне принесут дыню, то, возможно, на полдень у меня будет просто дыня. Но я знаю, что дыня это такой продукт, который вообще не рекомендуется сочетать с другими продуктами. Его надо есть просто отдельно от всего. Поэтому на полдень прекрасно будет дыня. Дыня и все, да. Вот. Ну, и ужинать стараюсь тоже до шести по возможности, если не получается. Но, в крайнем случае, до семи или до полседьмого, вот как получится. Ну, все, девочки, буду смотреть дальше сериальчик и ждать доставочку. Посмотрим, что мне там принесут. Вот и доставочка прибыла. Во, какая дыня торпеда огромная. Ну, хорошо. Надеюсь, будет вкусно и сладко. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, заказала я два йогурта. Срок годности хороший до 17 сентября. До 16 сентября. Молодой горошек, то это так, если вот в салатик добавить. Масло растительное у меня уже почти закончилось. Творог до 21 сентября 5%. Нектарины. Это груша желтая. Ну, вот она полежит, пожелтеет. Она очень быстро дозревает, становится сочная и вкусная. Так, это у нас грудка куриная. До 4 сентября. Ну, еще сколько, 5 дней, 4-5 дней. Так, а вот это, девочки, подарок мне пришел. Интересно, первый раз за все время подарок. Может быть, потому что доставка на 5 минут опоздала. Может, поэтому. Так, что здесь? Хлебцы молодцы. Сок. Кукусики какие-то. Семечки жареные. Так. Ну, это Насте, в общем-то, угощу я. Семечки, сок. Сок яблочный. Сады придунья, да? Детский такой. Ну, ладно. Будет, пускай подарочек пригодится. В общем, такой вот у меня сегодня заказик. Ой, что такое на улице делается. Что-то небо потемнело. Ветер такой разгулялся. Сейчас надо выглянуть туда. О, какая черная туча. Пытайска уже не видно вообще. Ой, жуть. Жуть. Ураган. Закрываю страшненько. Дождь пойдет или мимо пройдет, интересно. Сейчас посмотрим. Ну, что, девочки мои, день весь подошел уже к концу. Я ждала дождя. Думаю, сейчас ветер так бушует, бушует. Сейчас как дождь пойдет и будет свежо, прохладно. Ну, ветер тучу куда-то угнал. И, в общем, она прошла мимо. И все, ветер утих, дождя нет. Ну, скоро все равно у нас будет уже похолодание. Я уже посмотрела прогноз на ближайшие дни, на ближайшую неделю. Ну, и, в общем, скоро у нас и ночью будет попрохладнее, и днем будет попрохладнее. Ну, еще не холодно, но уже будет свежо, прохладненько. Уже надо будет же с рукавчиком там с коротеньким одевать. Вот так вот. Хотела же я вам показать салатик фруктовый. Не стала я его делать, девочки. Я поела на полник дыню. Я ее наелась. Наелась так, что мне уже не захотелось, в общем, на ужин творог есть. Немножко там еще капусты поклевала, чуть-чуть, и все. И выпила йогурт натуральный, без сахара. Все. На сегодня больше есть ничего не буду. И сегодняшний день закончился. Я хочу с вами тоже попрощаться, закончить это видео. Оно у меня как-то так вот растянулось, хотя толком ничего особо тут и не сняло. Ну, завтра будет новый день, будут новые дела. А может быть, что-то интересное будет. Все зависит от того, как я проснусь, бодренькая или не бодренькая. И тоже многое от этого зависит. Дай Бог здоровья всем, и мне в том числе. Чтобы всем было хорошее настроение, хорошее здоровье. И задорно, чтобы вы с какими-то силами, воодушевлением, в общем, делали свои какие-то там дела, работа, дом и все такое. Вот. Ну, все. Не буду сильно многое разблагольствовать. Мы увидимся с вами в следующем видео. В общем-то, продолжение следует. Ну, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok